Конструктив везде свой, и поэтому каждый конструктор... Всем добрый вечер. Сегодня у нас среда традиционно, вебинар 20.00. Поставьте, пожалуйста, плюсики, как меня слышно. Вижу знакомые лица в чате. Да. Ну, давайте начнем. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, из Минска добрый вечер. Да, всех приветствую. Можете написать, как ваше настроение. Это у нас первый вебинар апрельский будет. Как ваши дела, как настроение? Настроение отличное. Спасибо, Елена. Да, здорово. Весна. Все распускается. Настроение поднимается. Вот. Да, Оксана. Супер. Надо новости обсудить. Ну, мы сейчас настроение апрельское. Да, с купонами. Вот. Ну, давайте с купонами мы ближе к концу. Сейчас быстренько мы пройдем по слайдам, как обычно, для презентации, для новичков. Я думаю, что... Ну, там, кстати, появилось кое-что тоже интересных пару новых слайдов. Вот мы сейчас это все обсудим. И в конце перейдем к купонам. К купонам и к последним новостям. Так, включаю нашу презентацию. Запись включил. Ну, и традиционно пробежимся по слайдам. Зовут меня Алексей Наумович. По образованию я инженер-программист. С 2005 года по 2070 год работал, занимался непосредственно по специальности, участвовал в разработке стартапов. В общем, был программистом и был по ту сторону баррикад, который занимается разработкой систем. А уже с 2014 года мне попался под мое внимание проект, который не оставил меня равнодушным. И я перешел на ту сторону баррикад, который занимается не разработкой, а привлечением финансирования и продвижением. Ну, и переходя к проекту, начнем, любой стартап, он всегда начинает с проблемы, с постановки проблемы. Ну, и проблемы современного транспорта, их, в принципе, очень много. Ну, и одна из очевидных, и, можно сказать, самая первая, это пробки. Пробки на дорогах, аварийность. Аварийность, пробки на дорогах, заторы, ну, и прочее связанные с этим моменты. Помимо пассажирского транспорта, не меньше проблем в грузоперевозках. Тут мы видим картиночку с контейнерами. Морской порт, который, ну, также, это такое узкое горлышко. То есть, в океане там может плавать много чего, а заплывая в порт, мы попадаем в такое узкое горлышко, которое является большим тормозом для логистики перевозки грузов. И вот, кстати, еще одна, ну, это было две такие первые. И вот у нас интересная проблема высветилась буквально на днях, когда в Суэцком канале большой груз под порывом ветра его развернуло немножко, и вот он стал так поперек, и целую неделю его не могли извинуть место. И вот такое тоже получилось узкое, узкое горлышко в логистике, и огромная образовалась пробка. Это Суэцкий канал, который соединяет Средиземное море и Красное. И вот из-за этого тоже были большие проблемы в доставке, в доставке грузов всевозможных. Там 10%, насколько я знаю, 10% мировых грузоперевозок приходится именно на этот Суэцкий канал. Поэтому там, ну, вот, можно сказать, миллиардные убытки понесли компании, которые переходят через этот канал. Помимо пробок и проблем с грузоперевозком, также есть проблемы в такие, как стихия. Кто-то борется со снегом, кто-то борется с песком. Вот, ну, в общем-то, где-то паводки. То есть все это проблемы в транспорте, которые уже накапливаются, накапливаются, как снежный ком. Их нужно решать. Ну, и, естественно, это выхлопы. Естественно, это отбросы нефтепродуктов. Естественно, это бред для животных. Это и выхлоп. Все это сказывается негативно на окружающей среде, на нашем здоровье. И на, ну, в целом, для планеты это очень негативный такой фактор. Ну, естественно, проблема строительства дорог. Одно дело, вот, построить там асфальтовую дорогу, это необходимо вырубить лес. Необходимо сделать специальную подушку. Необходимо сделать там какие-то насыпи. То есть это все очень долго, долго, долго и трудозатратно. Где-то вообще прорывают в скалах тоннели, что является тоже не менее легким. Вот, ну, и так далее и тому подобное. Еще одна проблема, это также, это географические, вот эти всевозможные перепады местности. То есть преодоление рек, преодоление каких-то гористых, холмистых и прочих местностей. То есть люди выдумывают, на протяжении всей истории выдумывали разные там технологии. Где-то там на сваях, где-то и так далее. То есть, но это тоже имеет свои ограничения. Там, видя большой стоимости, либо в некрасивой конструкции. Тоже вот пример такой в Германии сделали. Для того, чтобы попасть в труднодоступные места, проделали дорогу над рекой. То есть это, в принципе, было тоже такое интересное решение, которое до сих пор, кстати, функционирует. И мы на прошлых вебинарах, кстати, смотрели, как функционирует эта система. Вот, но если хотите, в конце посмотрим тоже. Вот так же, как альтернатива классическому существующему транспорту, были всевозможные придуманы канатные дороги. Вот, но у них тоже есть ряд ограничений и по скорости, и по количеству перемещения людей и так далее. То есть, в принципе, проблем в транспорте, так и резюмирую, проблем много. Вот, но решения надо их решать. То есть, ну, как говорил Ричард Брэнсон, по-моему, что я люблю проблемы. То есть, когда возникает проблема, значит, есть как бы повод ее решить, эту проблему. Вот, ну, а тот человек, который эту проблему решает, в общем-то, тот человек, ну, на этом может, ну, как минимум, хорошо заработать, вот, ну, и принести пользу для общества. Вот, ну, и такое идеальное решение, которое могло бы решить все транспортные проблемы, оно уже есть. Вот, и оно у нас развивается в Беларуси. И название данного решения – это струнные транспортные системы SkyWay. Вот, начнем со слова струнные. Струнные, по сути, это не то, чтобы, как у гитары, да, принцип, наверное, да, то есть натяжение струн над грифом. Ну, примерно такое же будет и здесь, но за тем отличием, что сам струнный рельс имеет вот такую конструктивную особенность. То есть, это прямоугольный, с виду он вроде как обычный рельс, но внутри в нем есть специальные натянутые струны, которые позволяют сделать очень длинным этот рельс, очень прочным, очень гибким, со всеми, ну, вытекающими отсюда положительными моментами. То есть, ну, можно сказать, это такой ключевой фактор данной технологии, который позволяет и транспортному средству передвигаться, и сохранять гибкость, и сохранять жесткость, и преодолевать очень-очень большие расстояния между опорами. Вот, ну, и вот она тоже действующая реальная фотография в Беларуси, Марина Горка, мы видим транспортное средство, тут пролет 400 метров, и данное транспортное средство уже перемещается и способно перевозить пассажиров. Ну, я, в частности, вот уже на этой трассе, я лично катался. Вот, и также катались еще и другие 2000, по-моему, 2000 человек проехало за сутки. Это было в 2019 году, вот, был день специальный для посещения всех инвесторов, и вот, и каждый, кто хотел, мог прокатиться. Вот, и за тот день, по-моему, 2000 человек покаталось, вот, то есть, в принципе, уже тогда уже протестировали на надежность, вот, все ездило, все прекрасно функционировало. Вот, ну, сам струнный принцип, он, в принципе, известен давно, вот, в вантовых мостах, в других конструкциях, поэтому тут просто, ну, так скажем, инженерное ноу-хау, то есть, этот струнный рельс поместить внутрь вот этой прямоугольной конструкции, вот, тем самым, ну, так скажем, ну, это изюминка технологии. Вот, ну, и очевидно, что вот все вышеперечисленные проблемы, которые были связаны с какими-то географическими, там, надземными проблемами, может, так сказать, там, неровности, там, реки или горы, или что-то еще связанное, то, что есть на поверхности земли, ну, выстраивая транспортную систему над землей, вот, по такому принципу, мы получаем идеально ровную поверхность, по которой можно перемещаться очень быстро, очень комфортно, и, ну, вот, так, с ветерком, да, то есть, быстро, красиво, удобно и недорого, вот, ну, и есть три разновидности путевой структуры, есть такая полужесткая, которую можно применять, допустим, в городах, где-то, где небольшие скорости, вот, вторая, это у нас жесткая структура, где можно транспортное средство поместить как сверху, так и снизу, тем самым обеспечить, там, двойной пассажиропоток, ну, и в том числе сверху можно поместить высокоскоростное транспортное средство, снизу можно городское транспортное средство, то есть, тут, как бы, такая, появляется уже универсальность. Ну, и третий вариант – гибкая путевая структура, может быть, применена, например, где-то для перехода каких-то больших препятствий, допустим, пройти через реку, либо пройти через какой-то овраг, либо даже, может быть, в городе, там, если, ну, какая-то застройка невысокого размера, то можно ставиться опоры, вот, и можно прямо над зданиями, прямо в городе тоже можно вот такой вариант применять. Поэтому технология может применяться в разных условиях, в городе, за городом. Это реальная фотография действующей трассы. Это тоже реальная фотография у нас в Беларуси под Минском. Вот это мы видим здесь на картиночке, это станция, станция пересадочная для пассажиров. Вот, и когда пассажир приходит на эту станцию, он, если ему нужно, городское транспортное средство, он садится на тот, что вот снизу подвешен. Если ему необходимо, естественно, высоко скоростное транспортное средство, он поднимается на третий этаж, и там садится на высоко скоростное транспортное средство. Ну, и, в общем-то, в такой логике можно быть построены дороги, в принципе, там, в любом городе, между городами и так далее. То есть это такой образец, как это может быть реализовано. И, кстати говоря, такая маленькая станция, она по пропускной способности будет не меньше, чем огромный-огромный аэропорт в Дубае. То есть пассажиропоток, он... То есть здесь нет необходимости приходить и ждать долго. Пришел, сел на транспортное средство и сразу же уехал. То есть нет необходимости ждать долго. То есть станция, она обеспечивает очень большой пассажиропоток. Так, что у нас? Ну, вот еще одна красивая картиночка из Экотехнопарка. Мне она очень нравится. Это закат в Мариной Горке. Тоже реальное фото. Ну, очень красиво. Вот, в принципе, если будете у нас в Беларуси, то рекомендую приехать, походить хотя бы вокруг. А, ну, если будете в Беларуси, это для гостей. Да, у нас же, в принципе, трансляция идет в открытом доступе. Вот, поэтому для тех, кто в Беларуси, те, пожалуйста, приезжайте. Те, кто не в Беларуси, можете приехать, посмотреть. Автором технологии является Анатолий Дородович Юницкий. Данной технологией занимается уже, ну, в принципе, всю свою жизнь. То есть, начиная со студенческой скамьи. Написано за это время огромное количество монографий, книг. Проделано огромное количество исследований, конференции проведено. Множество, множество экспериментов и так далее. И тому подобное. Ну, вот книга одна из книг последних струнной транспортной системы на Земле и в космосе. То есть, сам струнный принцип может быть применен не только для вот этих транспортных систем на Земле, но также есть идеи у Анатолия Дородовича по освоению, в том числе, космического пространства. Ну, и сам по себе Анатолий Дородович Юницкий, он, ну, вот такой изобретатель, вот, с большим опытом. Вот, в том числе, у него было много изобретений в советское время. Вот, ну, и этот путь изобретательства, он всю жизнь продолжает. И каждый, ну, каждым годом мы узнаем какие-то новые моменты, которые он, которыми он занимается. И которые потом представляют миру, как свои интересные разработки. Вот, ну, еще одна книга из последних – это «Инженер». Буквально это вот новинка. Вот, тоже описана вся его жизнь, описаны его стремления, планы и так далее. То есть, очень рекомендую. Это красивая книжка с хорошими картинками. Вот, есть в публичном доступе, можно ее приобрести. Ну, и пару слов про эффективность. То есть, так как транспортное средство у нас, оно идеально, идеально ровное. То есть, нет, допустим, необходимости, как в обычном транспорте, делать какие-то зеркала, там, заднего вида. Нет необходимости, там, щетки, там. То есть, много элементов наружного дизайна, которые, в принципе, не присутствуют в транспортной системе Skyway. И тем самым обеспечивается идеально ровная, идеальная такая обтекаемая конструкция, что позволяет снизить аэродинамическое сопротивление фактически на порядок. То есть, 10 раз снизить. Ну, естественно, за счет того, что мы снижаем аэродинамическое сопротивление, мы можем также увеличить скорость. Вот, ну, это, в принципе, оно логичное такое. Ну, в принципе, тут все логично. Вариантов исполнения подвижного состава есть несколько. Есть городские решения, там, на 14 пассажиров. Есть высокоскоростные решения, там, на 6 пассажиров. То есть, скорость, может быть, до 500 км в час. Кстати, многие, да, удивляются, как, ну, не быстро ли это. Вот, ну, в принципе, французы с японцами уже разгоняли. Огромные поезда до скорости, там, по-моему, близко к 500 км в час. Вот, ну, это несравнимо. Ну, это было тяжело, и, ну, там, очень, ну, это сложно, реально сложно. Вот, а такие легкие транспортные средства, которые разместимы на 6 человек, которые идеально, идеально ровная конструкция, их разогнать намного проще. Вот, поэтому тут даже 500 км в час – это не предел. Это одна из тех целей, которые в ближайшее время будут достигаться. А вообще предельное значение по скоростям – это 1200, 1200 км в час. Вот, ну, там уже особая технология, там уже могут быть какие-то фурвакуумные трубы. Там, ну, это уже будет, вот, там действительно уже будет посложнее. А 500, в принципе, реальная скорость, которая достижима в данной технологии. И продолжая тоже, вот, какие технические детали, иногда спрашивают, не свалится ли ваше транспортное средство с путевой структурой. Ну, сразу же отвечаем, что не свалится, потому как сбоку есть специальные поддерживающие вот такие вот конструкции, которые очень-очень прочно держат транспортное средство на путевой структуре. Поэтому отвечаем, что не свалится. Вот, ну, и так резюмируя, можно сказать, и сравнивая технологию SkyWay с другими существующими транспортными системами, можно сказать, что вот первая колоночка у нас – капитальные затраты. По капитальным затратам, то есть, фактически, это стоимость строительства трассы. Зелененький мы видим SkyWay, он самый минимальный. Ну, оно и понятно, почему, потому что, ну, есть опоры, там, грубо говоря, грубо вбили столбы, натянули струнный рельс. То есть, это намного дешевле, чем выкладывать какие-то бетонные огромные конструкции. Это дешевле, чем класть асфальт, подушки, там, ну, и прочие-прочие моменты. То есть, все это мы видим в сравнении. По эксплуатационным расходам тоже аналогичная картина. То есть, нет необходимости делать, там, ежегодные латочные ремонты, нет необходимости чистить, там, от снега, чистить, от песка, чистить еще, там, от листьев и так далее. То есть, по эксплуатационным расходам тоже SkyWay находится на, ну, в зеленом секторе, то есть, с наименьшими расходами. По расходу энергии аналогично. Вот, ну, тут тоже можно примерно сравнить. Тут есть огромный поезд, который фактически везет не людей, а сам себя. Потому что, если посмотреть, допустим, массу вагона, то масса вагона, там, ну, грубо говоря, 50 тонн, а перевозит он тоже, грубо говоря, там, 50 человек. То есть, фактически он везет не людей, а везет сам себя. Поэтому затраты, энергетические затраты намного больше, чем мы возьмем, допустим, автомобиль, у которого масса, там, 2-3 тонны, и который везет, там, 4-5-7 пассажиров. То есть, это, ну, несопоставимые затраты, естественно. Ну, а Skyway, как раз, и построена система таких вот небольших кабинок, которые передвигаются с большой скоростью, с небольшим количеством людей. И где-то оно может быть от солнечных батарей, где-то может быть от сети питаться. То есть, ну, в принципе, тут уже варианты всевозможные. По пропускной способности мы видим, что он может быть самым большим. Почему? Потому что, то есть, он даже больше, чем метро. То есть, пропускная способность Skyway может быть больше, чем в метро. Это тоже, ну, важно понимать. И за счет чего это достигается. То есть, мы привыкли, что в метро огромный поезд, много людей пришло, и он поехал. То есть, и получается, что, ну, расстояние между, каждый поезд идет, там, каждый, ну, максимум 40 секунд, да, идет в час пик. Вот здесь же Skyway можно, ну, во-первых, можно сделать каждые 2 секунды отправлять. Вот. И тоже можно регулировать количество пассажиров. То есть, тоже можно найти оптимальную комбинацию, когда, допустим, транспортное средство с, там, размером, там, 14 или 30 пассажиров, каждые 2 секунды будет уходить, то мы увидим, что пассажиропропускная способность будет даже и больше, чем в метро. Вот. По загрязнению окружающей среды, ну, тоже очевидно, что наименьшее. Почему? Потому что расход энергии, чем больше расход энергии, тем мы больше загрязняем окружающую среду. Ну, это, в принципе, логично. Чем меньше у нас расход энергии, тем мы меньше загрязняем окружающую среду. Вот. Ну, плюс применение электродвигателей тоже сокращает выхлопы, вот, ну, и так далее. Транспортная аварийность. Транспортная аварийность тоже находится на минимальных значениях. Просто достаточно поднять транспортное средство над землей, то есть, вот, просто подняв его над землей и разделив, ну, по сути, биосферу и транспортную сферу на разные уровни. То есть, люди спокойненько ходят по снизу, транспорт сверху, и вот только разделив, сделав это разделение, у нас аварийность снижается сразу же на порядке. Вот. И если взять, допустим, сравнение с авиацией, в авиации, гибнет примерно 800 человек в год, 800 человек в год, то на дорогах автомобильных и железнодорожных сейчас гибнет полтора миллиона человек. То есть, ну, полтора миллиона и 800 человек. Это огромная разница. Так вот, Skyway будет еще меньше. Вот, потому что, ну, если сравнить безопасность в авиации, безопасность здесь, то, ну, что будет самолетом, если у него становится двигатель? Ну, понятно, что будет падение. Вот. А если в Skyway становится двигатель, просто транспортное средство устанавливается на пути. Люди благополучно выходят из него там по специальному трапу, то есть, и остаются тем самым живыми. Вот. Поэтому транспортная аварийность тоже будет еще более эффективная, минимальная. Ну, и вот линейка транспортных средств, что я уже говорил, то есть, есть легкие, там двухместные, четырехместные, шестиместные, там четырнадцатиместные, тридцатиместные. То есть, под каждую задачу свое транспортное средство, где-то больше, где-то меньше, все может использоваться. Помимо этого, есть еще грузовое решение. И, кстати, вот мы видим контейнер здесь сверху нарисован, уже сейчас тестируется. То есть, еще вот мы в начале года говорили, что вот-вот-вот-вот запустят контейнерную перевозку. Так вот, можем уже объявить, что контейнерная перевозка уже тестируется. Вот пока на легких контейнерах. Но уже тестирование происходит в Объединенных Арабских Эмиратах. Ну, и это тоже очень такая хорошая новость. Естественно, проходится тестирование транспортной системы. Необходимо транспортной системы, естественно, сертифицировать, испытывать. То есть, это огромный целый комплекс задач. Поэтому есть много сертификатов всевозможных, патентов, дипломов, проверок, всевозможных. Документов, которые подтверждают качество транспортных средств, сертификацию. Это одно из зданий в Минске, которое находится, здание ЗАО «Струнной технологии». В нашем ЗАО «Струнной технологии» уже работает около тысячи человек. Это инженеры, дизайнеры, компоновщики, механики. То есть, это огромный-огромный-огромный штат людей, который и, в принципе, занимается разработкой струнного транспорта. То есть, это не все так просто, как может показаться. И даже было очень много скептиков на начальных этапах, что не удастся собрать такую команду, где вы возьмете столько высококвалифицированных специалистов. Но в итоге Антонович Юнинский собрал все-таки людей, собрал команду. Где-то повезло, где-то переходили даже целыми командами в компанию. И в итоге мы получили уже на выходе такой качественный, интересный продукт, по которому мы сейчас разговариваем. Это второе здание в Минске, Юнинский «Струнной технологии» ЗАО «Струнной технологии». Это я там в декабре был как раз, фотография с того времени. И здесь уже, ну, это девятиэтажное здание, в котором, ну, вот эти, в принципе, все наши сотрудники помещаются. Помимо офисных зданий есть и сборочное производство, которое находится тоже в городе Минска, в Шабанах. Вот тоже несколько фотографий оттуда. И тот самый полигон, на котором все эти транспортные системы, они тестируются. Ну, сначала они тут строятся, потом они тут изучаются, тестируются, там, отлаживаются. И куда, собственно, и приезжают потом инвесторы, партнеры проекта, которые хотят посмотреть, как развивается проект, приезжают сюда. И, в принципе, все могут своими глазами посмотреть и пощупать, прокатиться и так далее. Ну, вот тут еще пару фотографий из Экотехнопарка. Тоже это реальные фотографии, не фотошоп. Ну, вот это уже макет того, какая, помимо Минской, Мариногорковской Экотехнопарка, также сейчас строится Экотехнопарк в Шарже, в Объединенных Арабских Эмиратах. Ну, и, в принципе, вот это вот то, как будет выглядеть на тот регион. Арабы очень заинтересовались данной технологией и предложили, что возможно ли функционирование вашего транспорта, ну, не вот вас европейские такие мягкие условия, а возможно ли эксплуатирование данного транспорта у нас, вот в наших жарких условиях, где у нас перепады температуры максимальные, там доходят 60-70 градусов выше нуля. И возможно ли не сварится ли там там соли и так далее. То есть много-много моментов есть, которые ржавчина. Ну, и Анатолий Чуницкий сказал, что без проблем, построим. Ну, и сейчас, в принципе, там для этого региона строится тоже 4 трассы, одна из которых уже функционирует, на которой, собственно, и испытывался. Вот тут мы видим Unicar шестиместный. Ну, и здесь уже у нас, это уже более свежая фотография, это испытание контейнерной перевозки. То есть вот это уже вот буквально свеженькие фотографии с прошлой недели перевозки контейнеров. Пока небольшие это контейнеры, но большим тоже, и до больших тоже дело дойдет. Вот, ну, это было, в принципе, про технологию, про то, где мы сейчас, что уже сделано. Ну, и пару слов про перспективы. Это то, каким образом могут выглядеть города будущего. То есть мы, то, о чем велась речь, что снизу находятся люди, а на втором этаже, на втором и третьем уровне находится транспортная система, которая, в принципе, никак, ну, то есть таким вот образом дополняет, вот разгружает города, то есть разгружает города от пробок, людей там от транспорта. Вот, потому как, ну, современные города уже стали строиться даже не для людей, а больше для транспорта. Вот, поэтому вот вынесение на второй уровень транспортной системы – это очень такое хорошее решение, которое, в принципе, сразу, ну, я бы сказал, что на острие нескольких технологий. Вот, в принципе, это электротранспорт, куда мы попадаем. Это беспилотный транспорт тоже, куда мы попадаем. Ну, и это, ну, можно сказать, ну, каршеринг, наверное, не каршеринг, но, то есть, по сути, все тренды у нас соответствуют. И даже антиковидным критериям тоже соответствуют. То есть, это транспорт небольшой, вот, и можно в рамках одной семьи садиться и перемещаться безопасно, без масок. Поэтому тут тоже даже этот такой тренд мы словили. Ну, и что касается Междугороднего, как следствие, ну, в принципе, все знают, да, когда строится ветка метро, вот, допустим, у нас в Минске Каменная Горка, как только построилось три станции в Каменную Горку, вокруг этих трех станций очень быстро, прям вот буквально за какие-то пару лет сформировался огромный квартал застройки. Вот, и там сейчас живут, ну, не знаю, ну, там плотность застройки очень большая в Каменной Горке. И вот если бы эти станции продлевали дальше и дальше и дальше, вокруг них точно так же органично вырастал бы город, продолжался бы город. Вот поэтому вот технология SkyWay, чем она хороша, что она может, ну, она, во-первых, строится быстро, во-вторых, вокруг нее можно строить, выстраивать вот такую застройку. Вот, и когда транспортное средство движется до 500 км в час, то, в принципе, мы можем жить где-то, ну, например, там вот трасса Минск-Москва, то есть где-то можем жить посерединке, вот, и мы знаем, что в течение часа там мы можем преодолеть 500 км, вот, это очень удобно, и тем самым можно и города разгрузить, вот, людей вывести на более чистая зона, где можно жить с большим удовольствием. Ну, и это такая тема линейных городов, это отдельная тема. И, кстати, тему линейных городов, вот, мы тоже на предыдущих встречах затрагивали, что вот сейчас арабы, у них есть, во-первых, проект Неом, вот, и вытекающий из него есть проект The Line, линия, то есть город-линия длиной 160 км, вот, ну, и то ли это они подсмотрели у Юницкого, то ли это, ну, такой, как бы, ну, как бывает, что идеи гениальные, они возникают в разных, в разных людей одновременно, вот. Вот, ну, вот, арабы хотят построить сейчас такой вот линейный город, вот, но они предусматривали транспортную систему, которая находилась бы под землей, вот. Ну, тогда они еще не знали про Skyway, вот, и буквально вот две недели назад Юницкий был на одной из конференций, на которых было представлено наше решение, вот, и вполне, ну, как бы мы даже надеемся, не надеемся, но вполне возможно, что арабы пересмотрят свое решение и перенесут из-под земли транспортную систему, перенесут над землей, и это будет, вот, какое-то решение, возможно, похожее на наше, может быть, даже наше, вот, и тем самым мы поможем реализовать их идею. Насколько я знаю, там, то ли 500 миллиардов долларов у них проект, то есть, ну, такой большой город построить с нуля, это, ну, такая интересная задумка. Вот, ну, кому интересно, можете посмотреть, есть тоже в YouTube видео на эту тему. Вот, поэтому, если мы поможем им реализовать такую концепцию, то это будет здорово, то есть, наше решение по линейным городам реализовать там у них будет интересно. Вот, ну, и переходя, да, к дальнейшей перспективе, то есть, вот эти линейные города, они могут формировать даже целую сетку дорог, вот, и тем самым может сформироваться транспортная сеть TransNet, то есть, по этой транспортной сети, которая может опоясать, в принципе, весь мир, и можно будет добраться, там, из Токио в Лондон, или, там, даже в Нью-Йорк, просто садясь в транспортное средство, нажимая, там, кнопочку, и транспортное средство на полном автомате отвозит вас туда, куда необходимо, без всяких пересадок, безо всяких, там, заморочек, то есть, сел и поехал. Вот, ну, и, в принципе, что дает технология для мира, ну, и понятно, это и родные ближе станут, это и путешествия без границ, без проблем, может быть, даже без паспортов, может быть, даже к этому придем, полная безопасность пути, линейные города, там, совершенный транспорт, ну, и как в итоге, как следствие, чистая планета, без выхлопов, с довольными, улыбающимися людьми, которые, перемещаясь, живут на природе, дышат свежим воздухом, пьют чистую воду и перемещаются в удобной транспортной системе, то есть, такой, это определенный, можно сказать, эволюционный скачок, вот, и, в принципе, это транспортная система такая, ну, 21 века, поэтому, ну, это очень, очень интересно. Ну, и переходя к немножко от будущего к дню насущенному, вот, мы сейчас находимся в преддверии 15-го этапа строительства, то есть, вот этот полигон, который строится, построен уже в Минске, как продолжение этого полигона, это объединенные Арабские Эмираты, мы находимся в преддверии 15-го этапа развития данной технологии, то есть, мы сейчас, по сути, сейчас создается ядро, ядро технологий, которые потом в дальнейшем будут внедряться по всему миру, вот, ну, и что необходимо доделать на текущем этапе, это достроить трассу для контейнеров перевозок, то, что я уже показал, сейчас тестируется, и достроить 20 километров высоко скоростной трассы, то есть, это тот самый проект на 500 километров в час, у нас уже есть в Марино-Горке 1 километр высоко скоростной трассы, но проблема в том, что на 1 километре невозможно разогнаться до 500 километров в час и еще успеть остановиться, вот, и максимальная скорость, которая была достигнута на этом отрезке, это было 102 километра в час, 102, обращу внимание, вот, но, чтобы увеличить еще больше, необходимо достроить эту трассу, вот, ну, и сейчас тоже принимается решение, где это будет, я думаю, что даже не то, что принимается решение, а ведутся параллельно какие-то работы, либо в Объединенных Амиратских Эмиратах и у нас, в Беларуси, то есть, по выделению земли, вот, ну, где, видимо, выделят быстрее, там и будет построено, вот, ну, и так, из опыта строительства в Беларуси все это немножко проще было бы построить, то есть, это из точки зрения зарплат, из точки зрения, что весь инженерный состав находится здесь в Минске, поэтому, ну, с точки зрения, наверное, здравомысля, было бы удобнее сделать это в Беларуси, вот, я думаю, ну, это мне так кажется. Ну, Анатолий Дорчуницкий сделает так, как правильно, вот, ну, а мы, в принципе, как партнеры, мы понимаем, что нам эти 20 километров нужно будет достроить, и это порядка, где-то привлечение инвестиций на 100-150 миллионов долларов, вот, ну, в принципе, уже сумма сопоставимая уже была собрана, поэтому, ну, ничего, чего-то такого заоблачного нет, то есть, эти 100 миллионов, в принципе, собираются, соберутся, думаю, ну, как, не то, что без проблем, но это та задача, которая решаемая, вот, и зная опыт всевозможных стартапов, которые, ну, запускаются в разных точках планеты, то суммы 50-100 миллионов, они собираются очень даже легко. Ну, и, переходя к конкретике уже больше, то есть, мы уже говорили про то, что есть инженерные у нас кадровые, инженерные кадры, есть кадры, которые занимаются привлечением инвестиций, то есть финансированные технологии, то есть, кто-то ее разрабатывает, кто-то ее финансирует, вот, и здесь система финансирования построена на принципе краудинвестинга, то есть, это такое, ну, народное финансирование, где каждый, любой человек может, если ему отзывается данная технология, если ему нравится, если он хотел бы в дальнейшем пользоваться такой системой, то он может поддержать такую, эту систему разработки, там, каким-то своим финансовым поддержкой, то есть, это может быть и 50 долларов, это может быть 100 долларов, это может быть 1000 долларов, это может быть 10 тысяч долларов, в принципе, каждый человек на свой кошелек может принять участие, и это участие, оно не как пожертвование, а как доля. То есть человек в обмен на свои деньги получает от компании какую-то долю. Долю в акционерном капитале, то есть долю в компании. Ну и тоже есть всевозможные и разные пакеты, есть пакеты в рассрочку. То есть, в принципе, решение на любой вкус и цвет. То есть, об этом уже можно будет узнать подробнее либо в кабинете инвестора, либо у того человека, который вас пригласил на эту встречу. То есть, в принципе, это уже такая более персональная работа. Ну и так резюмирую, почему выгодно поддерживать Skyway. То есть, это, во-первых, может быть очень выгодным вложением финансов, потому как транспортная система – это, в принципе, то, с чем мы сталкиваемся каждый день, и то, что может решить очень много проблем. И чем большая проблема решается, тем больше финансовый эффект это несет. Поэтому это потенциально выгодное в случае полноценной реализации, может быть, инвестиция. Плюс это пожизненные дивиденды. И тоже как пример можно привести. Мы вначале говорили про Суэцкий канал, а еще есть такой, как Панамский канал. И вот Панамский канал, он строился с привлечением частных инвесторов. И те люди, которые вкладывались в строительство Панамского канала между Южной и Северной Америкой, их дети, внуки, и даже правнуки, они до сих пор получают дивиденды. То есть, транспортный канал один раз построили, а дальше все родственники получают наследство. Вот поэтому транспортная система тоже, она функционирует. Там взять, допустим, тоже магистраль, там, Байкал-Амурская, тоже она, там, уже и десятки лет, и она до сих пор функционирует. Вот если бы ее строили там с привлечением частных инвесторов, тоже бы кто-то получал бы до сих пор дивиденды. Юридическая защита, то есть, есть тоже, то есть, в британской юрисдикции. Интеллектуальная собственность. Ну, интеллектуальная собственность, это вот все вот эти фишки, которые мы говорили в начале. То есть, это и принцип строительства. То есть, это все интеллектуальная собственность инженера Юницкого. Вот, и фактически люди, которые поддерживают технологию, они получают долю, вот, они, можно сказать, получают вот эту долю этой интеллектуальной собственности, которая будет дальнейшим приносить им какой-то доход. Ну, и понятно соврадение мировой корпорации. То есть, по сути, транспортная система Skyway – это такой, как бы, симбиоз железных, автомобильных и авиационных путей сообщения. То есть, это, ну, взяты, в принципе, самые лучшие из автомобильной, железнодорожной и авиационной отраслей. Вот, то есть, такая вот, как бы, симбиоз, который, ну, очень эффективен и имеет очень большой потенциал, то есть, стать действительно мировой корпорацией такого, там, ну, уровня, там, Boeing, не знаю, там, или, то есть, Ford и так далее. Ну, и наследие детям и внукам. Понятное дело, что все это юридически оформляется, за каждым человеком закрепляется, и в дальнейшем даже, ну, там, при наследных делах, дети все, все это прикладывается и могут наследоваться и детям, и внукам, и так далее. Ну, вкратце, по технологии я рассказал. Вот, если есть какие-то вопросы, вы, пожалуйста, пишите. Ну, по вышесказанному, вот, у нас слева есть раздел чат. Пишите ваши вопросы, и мы тогда их зачитаем и поговорим. Ну, а пока вы пишите, вот, еще пару слов скажу, наверное, по новостям. По новостям, ну, тоже такой небольшой скриншот, это из личного кабинета, где, наверное, вот, по купонам мы сейчас чуть-чуть затронем, чуть-чуть позже. Так, ну, и здесь у нас Колумбия, да, то есть Колумбия, была встреча с инвесторами в Колумбии. Вот, также проводился вебинар для Латинской Америки. То есть, в принципе, сейчас технология, она шагает по планете. Вот, если, ну, можно сказать, первую волну запустили здесь у нас, там, Россия, Украина, Беларусь, потом эта волна перешла в Европу, потом из Европы волна перешла, там, в Вьетнам, в Азию, в Африку. Сейчас эта волна идет в Южную Америку, поэтому все больше и больше людей по всему миру узнают о технологии. Все больше и больше людей, кстати, до сих пор, это они удивляются, Ребят, почему мы, вот, у нас сейчас есть партнеры, которые с испанцами работают, они, им такие отзывы приходят, что неужели такое возможно, как, то есть, почему мы об этом раньше не знали. Вот, ну, поэтому вот технология шагает вперед, люди присоединяются, партнеры, они поддерживают данную технологию, становятся инвесторами, партнерами и так далее. Вот, ну, и помимо вот этих вебинаров, которые проводим мы по средам, есть еще юридические вебинары, кого интересуют такие детали, есть вебинары, такие общего характера, Алексей Суходовев проводит. То есть, в принципе, информации много, вот, есть личный кабинет, есть ваш человек, который вас сюда пригласил, есть вот такие встречи в онлайне, есть встречи в оффлайне, то есть, все это тоже можно отслеживать, есть огромное количество материалов на сайте, вот, все это можно изучать. Вот, ну, и переходя, Елена, к вашему вопросу с купонами, каждый, в принципе, каждый месяц, каждый месяц появляются какие-то интересные предложения именно для партнеров, для инвесторов. Вот, и у нас в апреле, 16 апреля будет день рождения Анатолия Дорочевского. И, в принципе, ну, и в рамках ежемесячного такого промоушена, и в рамках его дня рождения, вот, появляются всевозможные предложения. Вот, ну, и одно из этих предложений, это именно связанное с купонами. И каждый инвестор, который, в чем его суть заключается, что каждый инвестор, который оплачивал хотя бы одну покупку, или в рассрочку, или просто разовый какой-то пакет он брал, он 12 апреля получит купоны. Вот, и эти купоны, да, великий праздник 16 апреля, и эти купоны можно будет задействовать для новых покупок. И эти купоны, они позволяют увеличить количество долей в ваших пакетах. То есть, вы, предположим, взяли пакет за 1000 долларов, там будет, ну, там, скажем, 40 тысяч долей. Вот этот данный купон, он позволит увеличить в два раза данный пакет. И на выходе у вас будет не 40 тысяч долей, а будет 80 тысяч долей. Вот, поэтому это довольно интересный вариант. Вот, поэтому, если у вас есть, ну, знакомые, которые, может быть, когда-то слышали, может быть, не слышали, то есть, вы можете подарить им такую возможность в апреле с хорошим дисконтом присоединиться вот в команду энтузиастов, команду инвесторов, партнеров технологии Skyway. Елена, если есть какие-то вопросы более конкретные, то пишите. Ну, в принципе, у меня на сегодня все. Можете написать, как вам понравилась презентация. Олег тоже можешь выходить, может, что-то можешь сказать, как впечатление. Ну, и такое все понятно с купонами, отличный подарок. Да, я тоже считаю, что отличный подарок. Ну, то есть, это действительно хорошее предложение, учитывая, что сейчас дисконт там где-то 30-40, ну, средний такой, скажем, да, то и увеличить его до 80, я считаю, что это хорошее, действительно хорошее предложение. Поэтому, если есть спящие, либо наблюдающие, то их можно как раз-таки предложить. Ну, и поздравят тем самым Анатолия Дорогича Сунинского с днём рождения, ну, и увеличат свой портфель фактически в два раза. Поэтому, да, используйте такую возможность. Спасибо большое, да, спасибо. Всё, не хотел влазить, всё отлично, спокойно. Как-то сегодня такой день благовещения, так что православных поздравляю с этим праздником, вот, и всех верующих. И я хочу сказать о том, что вот Лёша начал говорить о том, чтобы, что там Неом и линейный город Лайн подсмотрели, там, может, и Юницкого, ну, может, и Юницкого, но, в принципе, можно сделать такой обзор, потому что идею, на самом деле, впервые предложил Артур Саре Эмата. Это такой был, в общем-то, он построил в Мадриде даже есть такое место, вот, где можно посмотреть, там, 30 километров он построил. Но вы сами знаете, что вдоль рек всегда раньше строились города или там такая страна, как Вьетнам, тоже она вытянутая, длинная, вот. Вот, поэтому эту идею мы можем еще раз рассказать в следующий раз, да, Лёша, может, такую эксклюзию сделать. Я думаю, что мы можем даже посмотреть в конце этого видео. Ну да, мы потом посмотрим этот хороший очень фильм. Длинные города, да? Ну, можно этот фильм поставить тоже, да. Вот, я хочу еще обратить ваше внимание. Вот Алексей в прошлый раз показывал, что, ну, моя сестра по заместительству и активный партнер Оля, вот, показывал, как это есть второго уровня, да, транспорт. Вот она в Германии показывала. Вот, но если не поленитесь, ребят, я написал даже, вот, есть была с колумбийцами встреча, да, а есть вот 3 апреля, она уже прошла, вот, эта вот встреча с инвесторами и партнерами Латинской Америки на Ютубе. Там проблема в том, что, как бы, выступают, потом переводят, вот, наши тоже партнеры Наталья и Аня. Вот, но знаете, что там, я даже сказал, что одна из лучших, одна из лучших презентаций была Суходоева, потому что, к сожалению, Владимир Маслов был болен, вот, здоровья ему тоже желаем, а вот Алексей Суходоев очень много интересного рассказал. И если вот, я просто вижу некоторых своих партнеров здесь вот на вебинаре присутствуют, да, вот, и тоже там такой вопрос задавался. Мне он очень зацепил, я вам сейчас тоже поделюсь, может быть, у кого-то не будет времени посмотреть все. Но, ну, слышите меня, очень интересную такую фразу сказали, мы же все с вами, в общем-то, являемся, конечно, переверженцами этой технологии, но все же давайте говорить по честноку, что нам тоже очень важно, чтобы наши инвестиции, они, в общем-то, сделали нас независимыми финансово, да, и, в общем-то, дали развиваться своим творческим задумкам и жить свободно, а не за кусок хлеба, да, чтобы, в общем-то, кормить свои семьи. Поэтому мы сейчас и активно помогаем, и сочувствуем каким-то, если там какие-то есть неприятности, и в то же время мы очень активно настроены на то, что все это будет построено. Так вот, там такая была, всегда у нас задают вопрос, когда будет IPO, когда будет IPO. И у меня это вот действительно недавно был тоже такой, в общем-то, вопрос, когда человек говорит, ой, ну, а вдруг я не доживу до этого IPO. И вот для меня стало откровением вот то, что я услышал на вот этой встрече, я еще раз повторюсь, это то, что было с партнерами Латинской Америки. Значит, там очень хорошо Алексей Хосуходоев сказал, мы с вами не являемся профессиональными трейдерами. И если так случится, что Анатолий Эдуардович выведет все наши акции на биржу, да, по цене, как он говорит, один доллар, и мы все сразу с вами побежим счастливые и закинем все свои доли, да, эти акции, то, конечно же, рынок рухнет, потому что, конечно же, каждый захочет продать по доллару, и мы все сразу одновременно, не зная, как этот рынок работает, мы его просто обвалим, опять-таки, до тех же одного, двух, трех центов, но я так уже утрирую, да. Так вот, услышите, услышите, что это будет действительно, будет, мы даже не стремимся сейчас к IPO, потому что, в принципе, вот сейчас начинается уже строить, как действительно, Uniconto, вот эта трасса 130 километров, и там еще три проекта планируется уже подписать, три контракта, да, и даже если еще будет закрыть 14 этапа, мы перейдем с вами или не перейдем на 15 этап, то есть где будет строиться скоростной транспорт, то мы с вами, держатели вот этих долей, уже будем получать именно вот это вознаграждение от прибыли, 20% прибыли, которая распределяется в компании. Поэтому, возможно, чем больше будет прибыли, тем больше, как говорится, мы будем получать с вами. Поэтому, смотрите, конечно, IPO будет, тут без этого нельзя, но в то же время я вам хочу сказать, что, да, действительно, мы международный бренд, как вот правильно Лена говорит, и дело в том, что есть люди, которые думают, что только IPO их спасет, так я вам хочу сказать, что вы перечитайте, что 20% прибыли будет распределяться между всеми инвесторами, согласно держателю акции. Поэтому я вам призываю вас, что, что этот год действительно определяющий, как сказал Анатолий Эдуардович, будет очень много, я уверен, подписано контрактов, потому что Суходуев сказал, что очередь такова, что сейчас ограничения поставили какие, я уже вам раскрою секрет, от 20 миллионов, если человек готов оплатить, да, и при том и разрешение той страны, того правительства, либо это его участок, допустим, где уже разрешено, то есть не надо согласовывать, вот какие условия поставили, потому что желающих построить у себя в стране очень много, и вы сами знаете, даже мы вот с Алексеем уже несколько раз сталкивались, что там телефон обрывали, и мы разговаривали, а потом, а вы кто такой, что-то, оказывается, человек на том конце миллионер, просто так вот, знаете, вот это вот шесть рукопожатий, даже там меньше, у меня было вот два рукопожатия, то есть вот, понимаете, я мой друг, и у него оказался миллионер, который хочет это построить, и вот мы даже выводили на, скажем так, на разговор с Светланой Молошиной, но она тоже сказала, что, ну, хочет, но 20 миллионов пока не готов выложить, вот понимаете, насколько вот это вот, насколько действительно мир очень близок вот к этой технологии, он уже созрел, и поэтому я призываю к тому, что сейчас, пожалуйста, как партнер вот Анны, которая в Испании, сначала он смеялся, муж над ней, потом он замолчал, а теперь он говорит, будем есть, у них двое детей малолетних, и он говорит, будем есть хлеб и воду пить, но акции еще купим, вот понимаете, вот это вот развитие того, поэтому те люди, которые вам сказали нет, мне кажется, сейчас самое время, потому что в октябре, когда это все, ну, в мае уже поедет Unicond, вот, а в октябре, когда будет вот Экспо 2021, я надеюсь, и я уверен, что многие из нас, кто присутствует на вебинаре, возможно, там тоже окажутся, вот, я думаю, что уже просто будет просто шквал, потому что ко мне вот люди годами наблюдали там в Фейсбуке, как я там выкладывал, подкалывали, а теперь люди готовы даже выйти на разговор, Олег, ты в Минске ли, перезвони, дай свой телефон, вот такие вот, те люди, которые, да, в Беларуси меня знают довольно-таки долго, ну, которые не обращались. Сейчас такие события происходят, что мне кажется, что мы уже с вами на пороге тогда, когда уже мы, мечтая о том, чтобы мы с вами отбивались и говорили, давайте регистрируйтесь сами, там нечего регистрироваться, вот, поэтому пока есть возможность помогать, помогайте, рассказывайте, а сейчас уже есть что показывать, что рассказывать. Спасибо Алексею, спокойно, вот, все объяснил, все рассказал, акция впереди, удвоение, я думаю, это очень хороший подарок от Анатолия Эдуардовича, поэтому давайте поздравим его вот этим закрытием больших вот этих вот договоров с новыми людьми, которые вам потом скажут спасибо. Вот такой у меня спич получился, спасибо большое. Да, ну, я как раз подготовил вот это видео, зачем Саудовская Аравия строит город-линию, вот, ну, и мы посмотрим сначала вот этот ролик город-линия, а потом в конце я включу, наверное, про наши технологии, ну, и вот такое будет сопоставление, что они хотят и что мы можем им дать. Вот, ну, наверное, благодарю еще раз, да, Олега за дополнение, вот. В следующий раз расскажем еще, да, более подробно по городу, да, у меня еще есть там информация интересная, вот, тоже, как это может быть все красиво, так что приглашаю в следующий раз тоже в среду. Да, ну, сейчас вот посмотрим видео вот это уже, включаю. Мы живем в условиях постоянно изменяющегося облика городов. На места старых зданий приходят новые, исчезают привычные виды транспорта. Одни архитектурные стили вытесняют другие. Мы настолько привыкаем не обращать внимания на постоянные небольшие перемены, что иногда замечаем их только сравнив фотографии разных лет. Похоже, что текущая ситуация всех устраивает, так как практика постройки поселений с нуля осталась в далеком прошлом. Но существуют государства, готовые отбросить в сторону старину и удивить мир проектами фантастических городов, возведенных буквально на ровном месте. Одно из них — Саудовская Аравия. Совсем недавно саудиты поделились планами постройки нового особенного города. Что же это за город? Каким он будет и почему возникла необходимость его создания? Смотрите в нашем выпуске. Давайте ненадолго вернемся в прошлое. Несколько сотен лет назад появление и активный рост мегаполисов были вызваны промышленной революцией. Города в то время решали главную проблему — обустройство достаточного количества мест для жизни рабочей силы и персонала. Но большое число производственных объектов, рост количества транспорта, недостаточная инфраструктура привели к целому ряду экологических проблем, с которыми теперь сталкиваются жители мегаполисов. Среди них загрязнение воздуха, низкое качество воды, шум, проблемы утилизации отходов. А поездка из дома на работу может занять больше часа из-за пробок и трудностей с общественным транспортом. Например, в Москве, в самом перегруженном городе Европы, 26% времени водители тратят не на движение, а на стояние в заторах. Это 91 час ежегодно. Еще хуже в Лос-Анджелесе. Водители этого города тратят 102 часа ежегодно, находясь в пробках. Вышеперечисленные проблемы хорошо знакомы с аудитом. И в январе этого года наследный принц Мухаммед Ибн Салман представил свой вариант их решения. По мнению принца, государству нужно преобразовать концепцию обычного города в концепцию футуристического. В наше время мегаполисы – это уже не просто скопление домов и улиц. Это конгломераты, призванные обеспечить разнообразную, безопасную и высококачественную жизнь людей. А значит, все более актуальным становится вопрос создания городов с абсолютно новой моделью развития. Но стратегия принца Мухаммеда не ограничивается постройкой одного города. Саудовская Аравия, несмотря на консервативный уклад жизни, уверенно смотрит в будущее и открыта для современных технологий. Так, с 2017 года здесь реализуют проект НИОМ, что в переводе с арабского означает «новое будущее». В ближайшие годы власти планируют построить на северо-западе страны огромную технологическую зону, чтобы переориентировать экономику государства с нефтедобычи на другие отрасли. В рамках проекта НИОМ и будет реализована идея наследного принца о создании города нового типа, который получит название «Лайн», то есть «Линия». Принц продемонстрировал миру проект, стоимость реализации которого должна составить 200 миллиардов долларов. Населенный пункт, как следует из названия, будет иметь вид линий, протянувшийся от побережья Красного моря до высокогорных долин в регионе Табук за тысячу километров от Эр-Рияда. Линия длиной 170 километров соединит побережье Красного моря с горами на северо-западе Саудовской Аравии, где уже расположена живая лаборатория НИОМ с промышленными и жилыми зонами, портами, спортивными и развлекательными объектами. Проект «Лайн» назвали «Революцией в городской жизни», которая приведет к гармоничному сосуществованию человека и природы. Линия будет состоять из связанных между собой районов, которые называются городскими модулями. Комплекс строится вокруг природных объектов, а не поверхних. В нем применят передовые технологии для сохранения окружающей среды. Линия сможет вместить до одного миллиона жителей, исключительно пешеходов. Об особенностях архитектуры нового города пока что ничего не известно, но во время презентации продемонстрировали, что он будет состоять из трех линий – наземной для пешеходов, транспортной и логистической для обслуживания. Инфраструктурные объекты частично разместят под землей, чтобы они не создавали помех свободным прогулкам людей. А еще уровнем ниже проложат линию экологичного общественного транспорта. Благодаря ему путешествие от одного конца линии до другого займет максимум 20 минут. В линии не будет дорог и машин. Город спланирован так, чтобы все необходимое для жителя – медицина, образование, развлечения, парки – находилось в пешей доступности. Электроэнергия будет поступать только из природных источников, а все строения сделают углеродно-положительными. Это значит, что инфраструктура будет потреблять больше углекислого газа, чем было затрачено для ее обеспечения, тем самым сокращая углеродный след. Территории максимально озеленят, поэтому у жителей не будет ощущения мегаполиса, но при этом сохранится чувство комфорта. Управлять всем будет искусственный интеллект, способный к самообучению. Большую часть расходов на возведение возьмет на себя Фонд суверенного благосостояния Саудовской Аравии, а также частные инвесторы. Ожидается, что в новом городе будет создано 380 тысяч рабочих мест. И к 2030 году этот проект принесет 48 миллиардов долларов в ВВП королевства. Принц Мухаммед анонсировал начало строительства в начале 2021 года, а завершить обещают в 2025-м. Должны заметить, что сама идея постройки города линейной формы не уникальна. Еще в 1882 году испанский инженер Артура Сория Имата опубликовал серию статей, в которых описывал концепцию линейных городов. Его идея состояла в том, что нужно проложить транспортную линию и вдоль этой линии строить дома и все остальное. По такому принципу начиналась состройка Мадрида. Он до сих пор сохранил линейную форму. Однако позже архитекторы и градостроители заметили, что расположение домов лентами вокруг трассы создает невыносимые условия жизни для их обитателей. А со временем еще и возрастает нагрузка на центральную транспортную артерию. Также по линейному принципу вдоль реки Урал был построен Магнитогорск. Однако время внесло свои коррективы и сейчас на карте город больше похож на овал, чем на линию. Будем надеяться, что принц Мохаммед в своей концепции учел опыт предшественников и ему удастся наполнить архитектурную красоту линии смыслами жизни в 21 веке. Девелоперские решения SkyWay комплекс инновационных транспортно-инфраструктурных решений для организации безопасной, комфортной и экологически чистой жилой среды в городских поселениях. Примером такого поселения может выступать линейный город SkyWay. Ключевым элементом линейного города является наличие транспортной инфраструктуры второго уровня, в которой основные транспортно-энергетические коммуникации расположены над поверхностью земли. Территория линейного города предназначена для пешеходов, животных и зеленых растений. Благодаря такому решению обеспечивается беспрецедентный уровень безопасности и комфорта. Основные жилые и производственные центры в линейном городе расположены в специальных кластерах, которые соединены между собой горизонтальными транспортными магистралями в единую сеть. Линейный город SkyWay может быть построен на пустынных, заводненных и труднодоступных для строительства территориях, в том числе со сложным рельефом, а также на морском шельфе. Ну, в общем-то, на этом и все. Благодарю на этой хорошей ноте. Видим, что идеи линейных городов, они шагают по планете. Мы готовы миру предложить наше решение. Поэтому Олег включился. Видимо, еще что-то хочешь сказать, добавить, да? Да, спасибо. Я, знаете, что подумал, что у нас вот сколько, 5 километров, да, Леш? У нас 4 станции метро прокладывали сколько, 5 лет. Я вот, у меня ощущение такое, что все-таки, ну, есть желание же соединить Арабские Эмираты с Саудовской Аравией, ну, в общем-то, с скоростным транспортом, да. Вот. В общем-то, есть в планах, да. Вот. Какой это будет транспорт. Но если вот принц Мохаммед хочет проложить 170 километров под землей, вот там, да, в два уровня, там и так далее, вот все-таки у меня ощущение такое, что здесь он откажется от этой идеи, возможно, потому что гораздо дешевле и гораздо эффективнее проложить вот Skyway, ну, если так вот разобраться, да. Потому что, ну, понятно, что техника будет работать и так далее, но это надо будет выкопать сколько, сколько закопать и так далее. Я думаю, что можно даже в эти вот 200 миллиардов и не уложиться, ну, если так вот. Поэтому будем смотреть, наблюдать. Проект только, скажем так, стартовал, поэтому, я думаю, у нас ждут очень интересные как бы новости, вот. И я думаю, что мы будем очевидцами очень интересных событий. Вот то, что хотелось бы. Они уже про нас знают, поэтому... Совершенно верно. Поэтому, конечно, если в Эмиратах строится все активно, поэтому к кому... Вот я не знаю, там Аня поставила значок, чтобы дать решение на трансляцию. Это случайно или это... Или человек, что сказать. Вот. Ну, в общем-то, вот я такое дополнение. Так что, Леш, ты там уточни. Аня, я могу, да, могу перевести на руль докладчика. Если есть желание, можно что-то сказать. Даем Ане ровно. Аня уже убежала. Аня убежала. Ладно. Ну, в общем, все тогда. Так что, спасибо большое. Если есть вопросы, какие-то там, да, у кого остались, пишите. Вы нас все знаете. Наши телефоны, наши, скажем так, контакты. Так что, с удовольствием. И какие желания на... В общем-то, будут еще пожелания или вопросы, всегда с удовольствием ответим. Оксана, спасибо большое за благодарность. Лене, спасибо за активность. Вот. Ждем новых новостей. Да, уже в следующий раз будет новых новостей. Да, уже будет акция работать. Так что включайтесь. И до новых встреч. Платформы недели. Да. И до среды, до следующей нашей конференции. Все. Всем пока-пока. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok